Проект Доктауна, который было сломлено столько копий, наконец-то обретает свои финальные черты. Предстоит сделать еще очень многое, говорят рабочие, поэтому строительная техника все еще здесь. В то же время владельцы собак уже начинают использовать площадку по ее прямому назначению. С момента нашего последнего визита Доктаун заметно преобразился. Появилось ограждение по всему периметру, разделение на дрессировочные зоны и небольшая парковка. Это меньше половины от финального проекта, говорят строители. Но несмотря на это, здесь уже есть первые дрессировщики. Специалисты говорят, что быстро освоили площадку даже на этом этапе и уже готовятся 6 апреля провести соревнования. У нас некуда было приглашать, у нас не было таких площадок, у нас не было таких территорий. Мы занимались за городом, на частных площадках, а сейчас мы пытаемся уже осваивать и заниматься на строящейся у нас площадке. Я надеюсь, что в дальнейшем, когда она будет готова, мы сможем проводить здесь очень действительно серьезные, большие мероприятия. В частности, на сентябрь у нас запланирован чемпионат Украины. Дрессировщик подтвердил, что вход на площадку абсолютно бесплатный. Но оказание платных услуг дрессировщика вполне нормальная практика, убежден собеседник. Сам же он готов безвозмездно дрессировать собак всех желающих. Сейчас на площадке тренируются собаки, которые вскоре будут представлять страну на международных соревнованиях. Автор проекта убеждает, что площадка открыта для всех. За что нужно платить, пока не решили. Площадка общественная, то есть может любой прийти и позаниматься со своей собакой. Если кто-то хочет помощь инструкторов, ну пожалуйста, там можно будет тогда уже думать. Еще никто ничего не знает, как это будет функционировать в плане инструкторов. А так любой горожанин с собакой, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Специально сделан зонинг, они все разделены для того, чтобы любой человек, пришедший сюда с собакой позаниматься, мог себе найти укромный уголок и заняться тем любимым видом спорта, который он хочет. В идеале город должен получить площадку бесплатного доступа для выгула и разного типа дрессировки собак, говорит Алексей. Однако денег все же не хватает. Из 5 миллионов гривен бюджета 600 тысяч ушли на восстановление снесенного активистами забора во время декабрьской акции. Также автор проекта говорит, что критика места размещения площадки на мемориале – спекуляция. Договор с дирекцией комплекса есть. Да и там, как оказалось, появлению доктауна с площадкой для выгула рады. Не всегда удается, я бы сказал, чаще не удается объяснить людям о том, что они должны выгуливать своих животных на поводках и в наморниках. Но для того, чтобы как-то эту ситуацию исправить, я прекрасно понимаю, что у людей должна быть какая-то альтернатива. Я буду иметь полное право и должностные лица другого порядка и так далее, мы можем показать людям, куда идти для того, чтобы выгулить своего животного. Также директор говорит, что доктаун будет препятствовать заезду автомобилей во время массовых пикников. В то же время одесские экоактивисты оптимизма сторонников проекта не разделяют и говорят о нарушении градостроительных норм. В зонинге такого назначения нет. В генплане и в зонинге эта территория включена в территорию мемориального парка. Это непроектируемый парк. Это зона П-3 в зонинге. И там никакого животноводства нет. Вот этим проектом реализовалось превращение вот этого парка, 600 или 700 метров фактически фасадной части, в тупиковую зону. Дальше с этой частью парка может происходить все, что угодно за забором. Его могут начать постепенно осваивать под строительство и так далее. Активисты намерены инициировать обращение в правоохранительные органы и центральную власть. А пока же стороны спорят очно и заочно. В том числе строительство доктауна продолжается. А четвероногие питомцы продолжают радовать своих хозяев послушным выполнением команд. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».